Добрый день, сейчас я вам покажу, как делать экзамен в пакеттрейсере SRVE Practice PT Skill Assessment 2 часть, парт 2. Для этого мы его открываем в Netacad. Кстати, меня зовут Юрий, я представляю университет Синдеком, мы помогаем студентам начать идти в карьеру, специалистам повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококолесные кадры. Все, начинаем. Заходим в PT Skill Assessment Part 2, здесь вот у нас есть Retake Assessment, ну правда у вас будет Take Assessment, также если у вас нет пакеттрейсера, давайте нажмем Retake Assessment, вы нажимаете Tag Assessment, здесь выбор версии пакеттрейсера, если у вас нет пакеттрейсера, хотя он должен быть, раз вы первую часть прошли, здесь сверху ресурсы и Download Packet Tracer. Переходите, загружайте последнюю версию, здесь нажимаете 7.2.2 или новее. У вас всплывет вот такое вот окно, если вы ставили галочку, но у вас не всплывет, можете поставить галочку, но самое главное открыть приложение Packet Tracer Executable. Подтверждайте открытие и ждем. Сейчас у нас экзамен загрузит наш пакеттрейсер, загрузит он данные и мы приступим к работе. Сейчас просто ждем и будем делать задание. Ждем пока оно все откроется, занимает какое-то время. Про загрузку пакеттрейсера рассказал, ну в целом да. Все, появляется Start Assessment, нажимаем его. Start Assessment. Кнопка становится активной, старт. Ждем теперь запуска пакеттрейсера. И там у нас будет задание, которое мы будем, собственно, и выполнять. Хорошо, вот у нас загрузился сам пакеттрейсер. Мы здесь что делаем? Открываем, просто ждем. Так, все, задание у нас загрузилось, давайте приступать к выполнению его. Так, так все, двигаем. Вот у нас задание. Опять есть большая таблица, уже готовая. Нам нужно просто настроить некоторые устройства по определенным критериям. Здесь будет чуть попроще, чем в прошлом. Давайте начинать. Первым делом настраиваем Switch Security. Открываем Switch, получается, SVA. Кстати, да, у вас устройства могут называться иначе. То есть, у вас, скорее всего, топология будет выглядеть так же, но названия устройств могут быть другими. Не пугайтесь этого, делать все то же самое, только с другими названиями. Так, зашли мы в Switch A, нам нужно настроить Security. Так, на разных портах, давайте сразу откроем то, что у меня готово. Это у нас порт 2. Все, я вам тоже советую заготавливать команды заранее, так будет намного быстрее и проще настраивать. Итак, первым делом Switch, мы должны зайти в конфигурацию, ясное дело, создать 2 VLAN с юзерами и unused. Вот, это здесь сказано. Дальше, мы с интерфейса F015, также G01, вот здесь об этом сказано. Мы, AccessMode и VLAN 10, то есть это для пользователей будет. Потом настраиваем порт Security на нем. Ну ладно, это чуть позже. Копируем первые команды по вот этим вот двум, точнее по первому пункту. Переходим в топологию, Switch A, открываем, он у меня уже открыт. И сюда просто вставляем готовые команды. Все, создали 2 VLAN, зашли в настройку одного, точнее этих вот интерфейсов. Теперь Security настраиваем. Нам нужно вот такие вот условия безопасности настроить. Опять-таки, если вы делали все лабораторные, проходили визучебник, это все для вас будет очень просто. Мы открываем рейндж портов, настраиваем на них порт Security. Так, пока что вот так вот, об этом чуть позже поговорим. Так, открываем Switch A, Switch A, пейт сюда команды. Все, все команды вставлены, порт Security настроен частично. Дальше. На первом интерфейсе мы должны четко указать, с какого MAC-адреса будет доступ. MAC-адрес этот откуда взять? Сейчас покажу. Открываем вот это вот. Это мы, получается, Switch A настраиваем. И вот с вот этого устройства, вроде с него же, да? Так, 28, 25, да, смотрите. Вот с вот этого компьютера у нас в условиях сказано, что должен быть доступ. Где? Вот. HQ 1.1. Статик IP-адрес на FAST 0.1. Получается, HQ 1.1. Наводим на него. И вот справа, вот тут вот, MAC-адрес его. Собственно, его MAC-адрес сюда добавляем. У меня, опять-таки, команды уже готовы. Я их просто вставляю. Все. MAC-адрес добавили. Статичный. Все. Можем приступать. Так, я это два раза вставил, случайно оно подзависло. Но ничего. Идем дальше. MAC-адрес добавили. Дальше. Что дальше? В настройках. Много раз дальше говорю. Защищаемся от DHCP-атак. У нас, опять-таки, вариант, точнее, четкие правила, по которым мы должны все настроить, чтобы максимальный балл получить. Команды уже все заготовлены. Копируем и вставляем. Опять же, всю эту безопасность мы уже настраивали в прошлых лабораторных. Тут все очень просто. Все. От атак по DHCP мы обезопасились. Теперь делаем защиту от ARP-атак. Опять-таки, все вставляем. Все. Все мы настроили. Это у нас была первая часть. Вот она была. Вот это вот все мы уже сделали. Step 2. Что дальше? Так, подзависает. Дальше у нас Step 3. Мы выключаем все неиспользованные порты и даем им VLAN 999, который мы здесь создавали, unused. Так, опять открываем команды. Это все здесь есть. Открываем интерфейс range всех неиспользуемых портов. Это от 6 до 24 фастазернет и гигабитный 0.2. Это все копируем. Открываем. Опять конфигурацию. И это все вставляем. Все. У нас все интерфейсы, которые не используются, отключились. Ну и также им был присвоен VLAN 999, что мы потом могли видеть, что они неиспользуемые. Все. Это все мы сделали. Теперь вторая часть. Большая. Это настройка DHCP на маршрутизаторе. Так, что для этого нужно? Для этого мы настраиваем Subinterface.10. Сейчас я это открою. Команды, чтобы деталь... Так. Давайте я сразу все расположу. Это сюда. Так, тут у нас команды. Вот так вот. Все. Итак, у нас есть маршрутизатор. На нем нужно настроить DHCP. Первым делом мы включаем интерфейс G000.10 под интерфейс G000. Ему задаем IP-адрес из таблицы сверху. Все есть в таблице. Если вы не понимаете, откуда адреса, все вот в этой вот таблице большое есть. Так. Адреса ему задаем. И вроде как все. Это мы копируем. Первая часть. Открываем. Это у нас R1A. Правильно ведь? У нас R1A просят настроить. Так. Так. Который подключен к свитч D. Конкретный RB10. RB10. Нет. Вот этот. RB10. Все. Открываем RB10. R1A я закрою. Свитч A я закрою. Так. Я копировал с Enable. Да. С Enable. Вставляем. Здесь Enable. Configure Terminal. Настраиваем под интерфейс. Который идет получается к свитч D. Да. Ведь по инструкции. Да. Который идет к свитч D. То есть вот этот вот интерфейс. Можно навестись. Увидеть, что это... Ну, можно найти в настройках, что это Gigabit 0.0.10. Сам интерфейс его. Ладно. Я не буду это все так размусоливать. Я надеюсь, что вам это понятно. Иначе зачем вы проходите эти курсы. Вы это все должны были изучать. Хорошо. Под интерфейс мы настроили. Дали ему VLAN. Все. Все работает. Идем дальше. Дальше настраиваем DHCP на нем. Сначала эксклузим адреса двух других маршрутизаторов. То есть вот этого и вот этого. Чтобы его не было в DHCP. Чтобы эти маршрутизаторы на них не отсылались в DHCP пакеты. Эксклудим эти адреса. Опять же, можно навестись на эти маршрутизаторы в топологии. И вам высветит их адреса. Так. RB10. Paste. Эксклудим два адреса. Идем дальше. Два адреса заэксклудили. Что тут? Дальше просто создаем DHCP Pool. Называем его VLAN Hosts. Вот с такими вот сетями. С одной сетью. Точнее с этими сетями. DNS сервер. Опять в таблице есть. Все. Это есть таблица. Просто берем, копируем команды. Вообще вся настройка. Это просто знать некоторые названия команд. И правильно составить таблицу сверху. Таблица сверху у нас уже есть. Нам осталось только вот эти вот команды. Просто их знать. Все. DHCP Pool мы создали. Теперь мы что делаем? Смотрим. Так. Задаем определенному интерфейсу. А именно интерфейсу, который будет выдавать данные сюда. Это DHCP. Чтобы все устройства получали по нему данные. Так. Вводим. Точнее как. А, я наверное не там настроил. Секунду. Да. Я все не так сделал. RB10. А, нет. Все правильно. Который подключен к Edge роутеру. То есть вот этому интерфейсу мы получаем данные по DHCP. А, да. Все правильно. Получается у нас от Edge роутера идут данные DHCP на этот маршрутизатор. А он уже распределяет свои DHCP. Свой DHCP Pool. Все. Надеюсь все понятно. Все настроено. Идем дальше. Так. Это мы настроили. Тоже настроили. Теперь static роуты нужны. На R1A. И здесь вот подзависло. Тоже все расписано. Какие static роуты нам нужны. Давайте начнем с R1A. Это все мы копируем. Получается R1A. Это когда я делал это был Central. R1. Открываем его. Команды. Смотрим. Enable. Configure Terminal. Два статических IP роута. Потом еще два IP роута. Так. Давайте я все открою. И буду показывать. Вот собственно. Первые IP роуты. Вторые. И так далее. IPv6 роуты. В общем. Все что в этих вот инструкциях. Нас просят создать по IP роутам. Это все вот тут вот создано. Копируем. Открываем. Получается. Ну да. Его мы уже открыли. Paste. И все настраивается. Вот поэтому нужно заготавливать команды заранее. Это максимально все упрощает. Опять-таки. Все данные взяты из таблицы сверху. Ничего здесь нового нету. Это все вы должны уже знать и уметь. Я просто показываю на примере. Вдруг у вас что-то не работает. Или еще что-то. Так вот. Можете сверять команды со своими и так далее. Дальше. Теперь RB10. Тоже статические маршруты нужны. RB10. Открываем его. Здесь тоже нужны статические маршруты. Открываем заготовленные статические маршруты. И вот они все. Вот до сюда это копируем. Открываем RB10. И вставляем сюда статический маршрут. Опять-таки. Все вот тут описано. Это все максимально. Главное прочитать. Понять. Посмотреть таблицу сверху. И все. Это все что нужно. Все. Мы настроили основные наши устройства. Теперь нам нужно настроить беспроводной маршрутизатор. Для этого мы открываем его. Точнее его мы не можем открыть. Мы открываем компьютер админа. Заходим здесь в веб-браузер. Так я его вот так вот сделаю. Здесь мы что вводим? IP адрес вот этого маршрутизатора. Он у нас какой? 192. 168. Наведи стоим. Так. 100. 254. 100. 254. 254. Так. Только HTTP заменяем на HTTPS. Переходим. У нас появляется страница логина. Нажимаем логин. Юзернейм у нас админ. Пароль у нас админ. Вот такие вот простые логин, пароль. Все. Мы подключились к беспроводному маршрутизатору. Что нам здесь нужно? Давайте смотреть. Так. Настраиваем VLAN интерфейс. Заходим, как я помню, в VLAN. Так. Здесь у нас... Не могу пролистать, да? Или new должен быть VLAN. Видимо, create new go. Так. Сейчас я все подпроверю. Секунду. Так. Продолжаем. Мы зашли в страницу настройки маршрутизатора. Первым делом нужно создать новый VLAN. Для этого открываем контроллер. Интерфейсы. Так. Интерфейсы. Здесь нажимаем справа сверху new. New. У нас сейчас откроется создание нового интерфейса. Его название у нас должно быть VLAN 10. Ну и VLAN ID 10. 10. Так. И VLAN 10. Вот он. Копируем. Вставляем. Apply. Сейчас у нас откроется страница его редактирования. Ждем этого момента. Все. Он у нас открылся. Что теперь здесь нужно? Здесь нужно порт number 1. Так. 1. Так. У меня даже здесь есть заготовленные. Тяжелень были. Тут. Вот тут. Порт number 1. VLAN ID 10. Но мы это уже написали. IP адрес есть заготовленный. IP адрес. Вводим. Маска сети. Вводим. И default gateway. Тоже все это вводим. Опять-таки все это взято в таблице сверху. Ничего нового здесь непонятного нет. Все. Дальше DHCP сервер. Тоже нужно настроить. Вот он. Копируем его. Так. И здесь вставляем. Все. Вроде как все. Сейчас я проверю. Это все мы настроили. Да. Вверх проводим. Нажимаем apply. Подтверждаем. И у нас создается новый интерфейс. Дальше. Что нам нужно дальше? Дальше нужно настроить безопасность. Для этого заходим в security. Радиус сервер настроить. Аутентификейшн. Здесь радиус. Аутентификейшн. Здесь нажимаем new. Мы уже зашли. New. Получается. Настраиваем рад сервер. Самое главное. Это IP адрес. В целом. Все что нужно настроить. Это его IP адрес. Даже его IP адрес. Есть в таблице сверху. Смотрите. Настраиваем высоко. И вот у нас радиус сервер. Тоже есть IP адрес. Все. Все. Есть в таблице. Так что вы знаете. Откуда это все берется. Где мы застряли. Где мы застряли. Вот радиус сервер. И пароль должен быть рад сервер. Копируем его. И вот сюда вставляем. Все. Нажимаем apply. И идем дальше. Apply. Что у нас дальше. Дальше заходим в виланы. Здесь у нас create new. Нажимаем go. Type вилан. Profile name. Наш вилан 10. Который мы создавали. Скопируем название. Name это вилан 10. ssid 10. Вот так вот. ID 10. Все 10. Вот. Так. ID 10. Apply. Идем дальше. Дальше заходим в его настройки. Маршрутизаторы вы тоже уже учились настраивать. Включаем его первым делом. Потом интерфейс выбираем созданный нами ранее вилан 10. Потом заходим в security. В security мы что делаем? Мы layer 2. vpa плюс vpa 2. Так. vpa плюс vpa 2. vpa 2 policy включаем. Так. Здесь оставляем галочку. Включаем 802.1x. И все. Дальше мы переходим в triple A servers. И здесь в сервере радиуса выбираем наш созданный сервер. Так. Здесь оставляем none. И вроде как все. Да. Осталось только зайти в advanced. И здесь внизу вот эти вот две галочки включить. И все. Теперь мы нажимаем apply. И у нас настроена беспроводная сеть. Сейчас увидим, что она есть здесь. Получается vlans. Все. Он настроен тут. Здесь enabled. Проверяем. Да. Все правильно. Хорошо. Переходим в контроллеры. Нам нужно создать dhcp сервер. Так. Да ведь. VLAN. Да. DHCP сервер. Дальше создаем. Так. Internal DHCP сервер. DHCP scope. Заходим сюда. Здесь мы создаем новый DHCP сервер. New. Ждем загрузки. А. Чего я жду загрузки, если мне нужно ввести имя. Так. Wired admin. Должен быть у нас в DHCP сервер. Apply. Так. Теперь заходим в его настройку. Здесь просто по нему нажимаем. И задаем IP адреса. Получается стартовый у нас вот такой вот. Конечный у нас вот такой вот. Мало устройств, кстати, в этом сервере. Так. Сеть. 100. 0. Так. 255. 255. 255. 0. И здесь default routers 101. Вот так вот все настраиваем. Нажимаем apply. Все. У нас DHCP сервер создан. Теперь заходим в менеджмент. Здесь открываем SNMP. Так. Ресиверы. New. И создаем новый. Так. Правильно видите? Да. SNMP сервер новый создаем. Называем его branch wireless. И IP адрес. Вот так вот. И IP адрес. Вот такой вот у нас. Вот. Статус enable. Apply. Все. Все что нужно. И мы полностью настроили беспроводную сеть. Нужно теперь нажать save configuration. ОК. У нас перезапустится маршрутизатор. И все. Все прекрасно сохранено. Идем дальше. Закрываем настройку его. Открываем ноутбук. Открываем ноутбук. Заходим пока в wireless. Тоже вот так вот расположу. Заходим в профили. New. Как назвать профиль? Смотрим. Так. WorkNet. WorkProbillNet. Вот. Как профиль? ОК. WorkNet. Здесь мы Advanced Setup нажимаем. Так. Advanced Setup. Все правильно. Advanced Setup. SSID 10 оставляем. Если здесь его нету, вводим. Так. InfrastructureMod. Next. По DHCP получаем все данные. Безопасность. ВПА2 Enterprise. Next. Так. Здесь у нас Authentication. Оставляем ее. Login Name нам указан. Это у нас User1. User1. И пароль. Вот он. Пароль. Хорошо. Сервернейм оставляем. Теперь Next. Save. Connect to Network. Заходим в профили. Опять выбираем наш профиль и нажимаем Connect. Все. Теперь мы просто ждем, пока он подключается. Я это сверну. И смотрите. Заходим вот сюда. И нажимаем кнопку Fast Forward. Все. Сеть у нас подключилась. И здесь все connected. Как я понимаю. Почему я понимаю. Да. Это все. Мы полностью подключили все. Все настроили. Я надеюсь вам было все понятно. Опять таки. Если вы все изучали. Это все будет просто. Прошлые лабораторные. Можете их прям параллельно открывать. И по ним проделывать параллельно все эти задания. И там есть инструкции. Если вы что-то забыли. Вот вспоминайте. Ну и на этом все. Мы теперь открываем страницу. Submit Assessment нажимаем. И ждем пока у нас полностью все задание сохранится. И будет нам засчитано. Ждем. Сидим. Ну и еще раз скажу. Что я советую вам заранее заготавливать. Как я. Я ну вот. Полностью все команды. Так намного проще все настраивать. Плюс потом у вас сохранится. Все эти команды сохранятся. И вы потом при перенастройке сервера сможете это все делать. Ну понятное дело. Вы вряд ли будете перенастраивать сервер. Учебный, тренировочный. Но все равно. Ждем пока у нас Assessment сохранится. Время у нас уже застыло. Просто сидим и ждем. Все. Пакетрейсер закрылся. И 100 баллов. Как видите мы все прошли. Все сделали. Я надеюсь у вас тоже все получилось. Если будут вопросы пишите в комментариях. Ну и ставьте лайк. Если это видео было полезным. И подписывайтесь на канал. Ну и получается все. До свидания. Продолжение следует.